В начале июня 1941 года в город Гродно, что на западе Белоруссии, прибыл опытный специалист в области военно-инженерного искусства, который был знаменит не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Звали его генерал-лейтенант Карбышев Дмитрий Михайлович. Его значимость оценивали даже немцы, которые после нападения на СССР внесли генерала в список тех, кого надо было непременно взять в плен живым, чтобы использовать его на службе Великой Германии. И это не мудрено, ведь генерал годом раньше руководил фортификационными работами по усовершенствованию Брестской крепости. Благодаря Карбышеву, ну и конечно же стойкости наших солдат, Брестская крепость продержалась под натиском противника больше месяца, находясь в полном окружении и в отрыве от своих частей. Но Дмитрий Михайлович знаменит не только этим. Вы же находитесь на канале История Онлайн и сейчас сверху появится значок с вопросом, на который я прошу вас ответить. Знали ли вы о Карбышеве до этого ролика? А я продолжу. Дмитрий Карбышев родился в 1880 году в семье потомственных дворян, сибирских казаков. Его отец был ветераном Крымской войны, а мать была из рода богатых омских купцов второй гильдии. Интересные факты семьи Карбышевых состоят в следующем. Двоюрдный брат деда Иван Семенович Карбышев был основателем города Алма-Аты. Уже к десяти годам своей жизни Дмитрий свободно владел четырьмя языками, зная их в совершенстве. Любимыми играми молодого человека и его друзей были постройки крепостей с последующим их штурмом. Причем молодые казаки строили крепости не только зимой из снега, но и летом из земли. Любовь к этим играм и определила будущую профессию молодого человека. В 1898 году он был принят в Николаевское инженерное училище. Причем по результатам вступительных экзаменов Дмитрий оказался всего лишь 78-м из 94-х человек. А вот уже по выпускным экзаменам он оказался 9-м, что говорит о его стремлении. По окончании училища Дмитрий Карбышев был направлен служить в Манжурию, в 1-й восточно-сибирский саперный батальон, начальником кабельного отделения телеграфной роты, где его и застала русско-японская война. В ней он отличился дважды в сражении под Мугденом и после, командуя кабельным отделением 4-й телеграфной роты, он вывел из окружения 60 военнослужащих с техникой и оружием. Эту войну Дмитрий Карбышев закончил с пятью боевыми орденами и тремя медалями в чине поручика. В 1906 году он был обвинен в революционной агитации среди солдат, и ему грозил расстрел, но его спас офицерский суд чести, который не позволил отдать храброго боевого офицера палачам. Но по решению этого же суда Дмитрий должен был уйти с военной службы в запас. Во время Первой мировой войны опыт Дмитрия Карбышева опять пригодился. К тому времени он уже закончил Николаевскую военно-инженерную академию и поучаствовал в работах по укреплению Брестской крепости. В начале 1915 года Карбышев участвовал в штурме крепости Перемышль и был ранен в ногу. За этот подвиг он был награжден орденом Святой Анны и произведен в подполковнике. Октябрьскую революцию 1917 года Карбышев принял с воодушевлением. Уже в декабре вступил в ряды Красной Армии и участвовал в гражданской войне, строя ряд оборонительных и инженерных сооружений против интервентов и белогвардейцев. Вероломное и стремительное наступление фашистской армии на Советский Союз в июне 1941 года поставило советские войска, которые находились у границы в сложное положение. Оборона была прорвана и штаб 10-й армии, в которой находился Дмитрий Михайлович Карбышев, оказался в окружении. Советское правительство пыталось эвакуировать ценного специалиста, но при общем прорыве немецких войск вглубь страны этого сделать было невозможно. Уже в августе группа солдат под командованием Карбышева решила прорываться из окружения к своим частям, но в бою у реки Днепр Дмитрий Михайлович был контужен и в бессознательном состоянии его пленили. В плену сразу же началась идеологическая обработка генерала. Немецкое командование думало, что Карбышев среди большевиков случайно. Царский офицер, дворянин по-немецки говорит как на родном языке. К тому же первая жена была немкой и в партию он вступил только в 1940 году. Первоначально гитлеровцы уговаривали возглавить Руа именно Карбышева, а не Власова. Но советский фортификатор оказался фанатично преданным своей родине. В итоге, через два года уговоров придать свою страну Карбышева закрыли в картер на три недели, а после этого сделали ему последнее предложение. Ему предложили в собственность квартиру и полную материальную обеспеченность. Также гарантировали обустроить лабораторию любым количеством помощников для выполнения конструкторских работ и обеспечения иных мероприятий научно-исследовательского характера. Результаты его работ должны были стать достоянием немецких специалистов. Все чины германской армии должны были относиться к Карбышеву как генерал-лейтенанту инженерных войск германского рейха. На это Дмитрий Михайлович ответил «Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей родиной». После этих слов его направили на каторжные работы, не делая никаких скидок на звание и возраст. Дмитрий Михайлович Карбышев в заключении был активным руководителем лагерного движения сопротивления. Он призывал не только советских, но и всех военнопленных других стран помнить о своем отечестве и не идти на сотрудничество с врагом. Известна также и другая цитата генерала, когда его заставили делать надгробные плиты. «Вот работа, доставляющая мне истинное удовольствие. Чем больше могильных плит требуют от нас немцы, тем лучше идут у наших дела на фронте». Уже под конец войны, когда даже последнему нацисту стало понятно, что их ждет, у немцев не осталось ничего, кроме ненависти и желания отомстить. 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен в числе около 500 других заключенных Дмитрий Карбышев был зверски убит. Его залили холодной водой на морозе. Майор канадской армии Сэдден де Сент-Клер, который был в числе тех самых заключенных и которому удалось пережить эту ночь, составил показания о смерти Карбышева. «Как только мы вступили на территорию лагеря, немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас сверху струи ледяной воды. Это продолжалось долго. Все посинели, многие падали на пол и тут же умирали. Сердце не выдерживало. Потом нам велели надеть только нижнее белье и деревянные колодки на ноги и выгнали во двор. Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей недалеко от меня. Мы понимали, что доживаем последние часы. Через пару минут гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с пожарными бронспойтами, в руках стали поливать нас потоками холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех пили дубинками по голове. Сотни людей падали замерзшие или с размащенными черепами. Я видел, как упал и генерал Карбышев. В ту трагическую ночь в живых осталось человек 70. Почему нас не прикончили, не представляю. Должно быть, устали и отложили до утра. Оказалось, что к лагерю вплотную подходили союзные войска. Немцы в панике бежали. История генерала Дмитрия Михайловича Карбышева показывает нам, насколько стойким может быть человек. Это настоящий герой, о котором должен помнить каждый. Должен помнить каждый для того, чтобы в его голову не смогли засунуть героями странных и мутных личностей. Я говорю сейчас о генерале Власове, предателе, из которого нам в данный момент ваяют героя. Следующий мой ролик будет о нем. Вот там мы и посмотрим, что к чему. А вы не расслабляйтесь и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!